Приветствуем всех наших подписчиков! Приветствуем всех наших подписчиков! У меня сегодня такой очень важный пост и касается он отношений к полученным саженцам. Мы столкнулись с такой проблемой, что в этом году у нас очень много клиентов, приобретающих саженцы по почте. И если люди приезжают и покупают саженцы у нас в питомнике, мы рассказываем им, как за ними ухаживать, делимся информацией открыто, и они контактны в этот момент, слушают и понимают, что голубик это растение кислых почв, и что уход за ней отличается от ухода за любой другой культурой, типа малины, смородины и прочего. Через почту контакт достаточно сложный происходит, потому что когда я людям рекомендую почитать обязательно, как ухаживать за голубик и как к ней относиться, они не всегда доверяют мне в этом вопросе и игнорируют эту информацию. Что происходит? Они приобретают у нас саженцы, как правило, это саженцы годовалые, потому что для пересылки почты эконом-вариант берутся самый маленький размер саженцев, самые дешевые, они менее жизнеспособные, но клиент выбирает, это его право. Они приобретают саженцы, получают их здоровые, нормальные, адекватные, и начинается творчество. Они не читают, не слушают, не владеют информацией, начинают поливать корневином, начинают тут же их пересаживать, начинают выносить их в пространство, где достаточно холодно или жарко, перепады температур, типа теплица и прочее. И саженцы начинают на глазах увядать. То есть получили нормальные, здоровые саженцы, проходит 7-10 дней, они пишут, листочки выпустили, все завяло, что делать, ай-яй-яй, какой кошмар, не знаем, куда бежать. В связи с этим у меня обращение, как нужно поступать правильно, чтобы ваши саженцы, которые вы получили почтой, не только прижились, но и дали рост, развитие, чувствовали себя комфортно. Во-первых, забудьте обо всяких разных стимуляторах, подкормках и прочих вещах, которые вы делаете обычно, сажая смородину, малину, губнику и прочие культуры. Корневины и прочие вещи забыли, они нам не нужны. Это первое. Второе. Не пересаживаем годовалые саженцы до осени в горшках, либо сажаем их сразу в грунт, на их постоянное место жительства, так, как положено. Третье. Для того, чтобы сохранить жизнеспособность саженцев, это саженцы из дикой природы, которые зимовали у нас на улице, им нужно максимально сохранить уличные условия. Поэтому, если ваши саженцы пришли с закрытой почкой, она не распустившаяся в зеленые листочки, не надо их ставить на подоконники дома, в теплице и в прочие места. Выносите их на улицу. Если вы боитесь возвратных заморозков, минус 12, это максимум, который может выдержать почка, вот до этой температуры ничего прятать и укрывать не нужно. Если ваши саженцы с закрытой почкой, они могут выдерживать и большую температуру. Открытая почка, это минус 12. Если почка открылась и цветоносы выглянули, то температура, которую они могут выдержать, минус 7 ночью. Если цветок раскрылся полностью во всей красе, минус 3. Вот ваши температурные балансы. Поэтому не надо их кутать. Оставьте их на земле, на грунте. Если у вас лежит снег и саженцы с закрытой почкой, сажаете их в траншею снеговую, ставя на землю, присыпаете сверху снегом и оставляете до момента, пока снег стает. И естественным образом они у вас проснутся. Вот такая технология, ничего сложного. Сохраняйте, пожалуйста, ваши саженцы. Если вы уже их оставили дома и хотите, чтобы они у вас подтянулись до выхода на улицу, обязательно обеспечьте им доступ к прямому солнечному свету на подоконнике, например. Правильный полив, частый, по чуть-чуть, чтобы и снизу горшка не выливалась вода, но при этом горшок был всегда влажный. Сами определите степень вашего режима. Каждый день поливать, через день поливать, в зависимости от высыхания горшка. Как правило, в домашних условиях это полив каждый день. И желательно водичку подкислять лимонной кислотой. Добавлять так, чтобы было слегка-слегка кисленько. На 10 литров воды пропорция 2 столовые ложки. Сохраняйте ваш баланс PH внутри растения, и растение начнет распускаться, развиваться самостоятельно, спокойно, в комфортных ему условиях. Хороших всем урожаев! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok